все поехали я приехала да по якура это раньше на а я задаю вопрос про соника спросил ребят пока не поздно а ты знала вот вопрос на такой полюса пищевых аналогов сериале бутоны сериал бутоны на данный момент на данный момент бутонники бутоны бутоны короче в кубковах слышали лёша александров написал два часа ночи я спорю услышал у меня есть и шансы выделили пошел за его слов кинетки меж подходит неплохо как киеве п патрония п это то есть я посчитал да так почему для эшо я гожусь почему не аксии нет а это какие вот для джека вася реально подходит он то для джека это надо подумать устроим слушание потом мы посмотрим подберем кому какие то и мы с ними коля ванду за толстяков отвечает за кого за пузатых так а мне а мне кае что я это так судя по телосложению то ли что или как нет а мне как а я с учебник а мне бы кого из врагов процент самих себя я назначил а возручу там не по теме это чем я подумаю попросту автором можно на аварии она тоже интересна кого вот по моему темпу там по моему мне то зубов не больше подходит по случке и на меня кто то же подумайте я просто так сказал что знаешь свалик есть такой враг на самом деле очень крутой очень очень называется сейчас отстойный какой нибудь панк мистер декция панк да панку больше озвучивать ну как ты не знаю они вообще все молчаны так то эти мелкие враги да ладно такой даже так трудно сказать так можно самовыразиться как раз слышь слэк слэнка такой главный ну ты че давай на меня че то я тебе щас ребенку поверну слышишь может тогда этого что может как дает ras ado а разница зуборulates на котором мне кажется да зуборской какого пойдет бармен Айба других наные буквы учителя которую производитель или девок авто для меня это вот озвучиваю где есть некие то все странные есть дети как бы в группе но не какие то дурак плену что а не стресса фрэйдж нотая сочетание пищи вкладывайте видеозапись послушают скажу в инфигасе кладу ныреки отморожки дар подельными голосами че озвучить че нормально просто с ними как на связь то они выходили пообщаться а он я это киву буду озвучивать так че я это умею как бы делать вопрос на засыпку вопрос на засыпку кто из группы вообще не соединяться из группы знал что больше подходят на озвучку мистер икс мистер слава будет озвучивать мистер крыльца на счет нет у нас такое позвучивка он лучше всего проникнется в эту роль я чувствую но я думаю у нас то кто не если честно да может он подумает как то ли обрабатывается мистер слава че это за чувак вообще я его даже не знаю да ты моды играешь не слышишь нет я не про моды я про реально к чуваку нашу группу то есть вилюха и блин и вилюхе он среди нас я тебе так скажу да что да да не мне он но можно панк но на панк определить как он нет нет он лучше сделает свою роль Мистер Экс, он проникнется, мне надо тоже насчет кабанов кстати, мне надо чтоб они и понравились, и войти в роль, это не все так просто, у тебя пляп не хочется это делать, надо научиться ржать. А с чего ты сделал то, что он справится с этой ролью? Ну потому что, если ему хотя бы он нравится, то это уже полдела успеха. А мы его спрашивали, он даже по-моему не нравится. Ну так он, он ждет что вы предложите. Так а сейчас то мы что решим, я уже миллион раз сказал, устроим предварительное слушание, там и узнаем. Можно кстати да, каждый озвучит какие-то слова какого-то врага, вот и выберем и автоматически проголосуем, кто лучше сделать, нам же надо кто лучше сделать, а не то что кому там хочется. Ну если вот реальными голосами озвучивать, то это сложно будет, а если вот заменить и как бы угрыбить и что-нибудь сделать, то да, можно такое легко. Ну Роботкина, ботерство. Да всякое можно, можно и не компьютеры, можно и с собой как-то изменить там. Да, да. Свой голос просто грубым сделать и все. Я про это и говорю. Я с вами уже уморю. Ну вот слышали, как Леха Александров, вымышленного персонажа сделал грузина и как он его озвучил классно, то же он сам сделал. Ну да, он и подменил голос там вроде бы. Ну да, он сам проникся и сделал, видно. И подошло-то. Ну как, Оля, давай по смеси как идти, толстяки-то. Он, кстати, вот чувство, я явно с грузина вот угадаю. Это что сейчас был зад шмок? Купля, что это сейчас был зад шмок? Да. Теперь молчит, кстати, народ. Вы сопередушка, Санатике? А к чему мы будем говорить-то, не это прошло, но я не понял. А, кстати, кто-то может выйти на связь с этим человеком, кто предлагает это сделать, как это будет год делаться или... Это, конечно, не очень интересно. Это он, Игорь. Это он, оказывается, там каждый день переписывается. Ну, пусть Игорь поговори с ним, как это, если мы даже вот и попробуем это побыстрее бы это сделать, чего затягивать, это интересно. Большой еще озвучка, это в самом конце будет делаться. А, вот. А? Значит, офига времени. Слушайте, кандидаты на озвучку Шивы имеются? Да, это голос вообще уникальный. А, саму Шиву из Мартова Комбезетча. Кандидатов нет? Нет, Шива я не люблю, нет. Ну, если хочешь, то попробуй, то, конечно, получится. Я не такой брутальный, мужики. Шива для меня как этот... Как... Как... Джеки Чан для обычного категора. Нет, ну, нет. Молодцы, кандидаты взять. Хе-хе-хе-хе. Ну, вряд ли я не чувствую, что я похожий с нами. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Нет? Нет? Я не заметил, он не обидчивай вообще. Не, ну, не, я просто так... Я на некоторые вещи могу обижаться, но... Ну, не на... Не, я просто на грани флопу шутил, так-то. Может быть, его... Как-то Кита делает его, поэтому я спрашиваю. Что, нормально? Да забей. Нет. Это сделать надо просто хорошо бы. Нет, все! Хе-хе-хе. Не, я просто представил, если... Если... А, сумочка... Шива будет в плитках. То... Какой такой... Брутальный мужик... И будет... Как вот ты вот любишь вот шокать. Как он и будет шокать. И как это будет смазать? Как это мужички. Вот. Ну, я вот эту вот рубану на 100 недель. С чего ты решил там, кто там брутальный или... Ну, с чего он брутальный мужик должен брутально говорить? Логично? Ну, волос, да. Может, у него и грубый. Но он не брутальный? Нет. Или брутальный? Нет. Ну, это надо, понимаешь, входить в роль, пробовать, изменить волос, как говорит вот Слава. А, ну, как в таких, допустим, нам брутально говорят? Так живем должен. Только я не умею. Я на канал. Я обкуривался сегодня, наверное. Это, наверное, заметно, да? Я просто вспоминаю 10 лет назад, сколько ума было меньше. Ну, в плане того, что он даже не знал, как в интернете, в гугле, просто, что можно найти все. А теперь ты знаешь, что можно найти все не только в гугле, но и в яндексе, и в мейне, и в рамбнере, и еще куча, куча, куча других поисков. Не, ну, вообще, кстати, смешно, это надо так и есть, что мы много чего не знали. Любое просто принципы почти можно найти. Колян, ты, на самом деле, очень такой эрудированный человек, поэтому даже, может быть, эрудированный меня. Я даже, может быть, знаю, меньше тебя, на самом деле. Вот так вот. Я до некоторых вещей, понимаешь, доходил, думал, думал долго, там, два-три дня, а потом раз она идея, сама может прийти, а ты пробуешь и проверяешь, что она работает. Ну, знаешь, у меня, в общем, безумная теория, на самом деле, в гугле образовалась. Слышишь, Канан? Ну, я слушаю, да. Очень безумная теория. Короче, не знаю, стоит ли это здесь озвучивать или нет. Это, наверное, будет и скучно, и нудно, и неправильно, и не по теме. Это будет глубокий, глубокий. Давай я уже нормально. А ты насчет чего хочешь? Ты хочешь насчет мода сказать, что-то? Нет, нет, это не нот, это глобальные, глобальные, глобальные мысли, связанные с Николей, Николей. А он говорит, что что? Вот, люби его. Ну, а что ты имеешь в виду конкретно? Ну, смотри, ты, например, не будешь спорить с тем фактом, что в древности люди знали гораздо больше, чем мы знаем сейчас. Правильно? Ну, это не факт. Не, ну, не факт, понятно. Но, тем не менее, есть теория о том, что в древности люди знали намного больше, чем мы сейчас, и были намного развиты. Более развиты, чем мы сейчас в настоящем времени. Потом древние цивилизации развитые были уничтожены. Ну, тогда ты как за Атлантиду сел, да? И мы деграгировали. Стоп, 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 стоп. И мы деграгировали. Капец. Вот. А Николая Тесла, на самом деле, был потомком... Ты потомак. Тех самых древних людей, которые имели намного больше знаний, чем мы имеем сейчас. То есть, он на порядок превосходил техногенный мир тех времен. Это, я думаю, говорит о том, что он по наследству получал какие-то знания, которые передавались поколениями и вот из тех древних времен. Как-то так, короче, все так все запутано. Да, да. Слушаем. Его ни хрена не поняли. Она тихая. Да, надо, да. Просто говори тут по теме, наверное, что касается больше ссора, чем нам, что поможет... Нет, нет, я понимаю. Ты просто просил меня озвучить теорию, я тебе ее озвучил. Понимаю, бредово, некрасиво, нехорошо, неудобно. Да я много книг могу посоветовать, начиная от Транссерфинга, о реальности, и ты всю жизнь бы перевернулась. Но не факт, что это все правда. Ну, конечно, не факт, но тем не менее, я вот тебя вот озвучил. То, к чему я пришел с этим недавно. Я вот считаю теслу этого самого ученого, который изобрел очень много всяких вещей в свое время, потомкам тех людей, которые в древности были косяком разнициализации. Вот так вот. Я не знаю, что будет с народом, если они будут слушать весь этот мой бред, но я это переживу. Короче, давай, наверное, ближе по теме, чтоб всем было интересно. Ну, вот, вот, вот это, я считаю. Тема такая, опрошу. Как ступить группу? Сегодняшняя тема наша. Я вступил группу совсем недавно. Ты создатель, вот расскажи. Игорь, погманно создать этой беседы ты. Нет? Так, ну давай, начал все говорить, тебя спросили, давай. Меня? Рассказывай, да. Как ты? Вступил в группу. Как нашел? Почему? Ну, короче, Серёж. Илюша, ты начинаешь? Да. Давайте я начну, я попробую. Давайте тогда, я не знаю. Вот мы прослушаем на кого-то роль подходит. Нашилу или... Нашилу я точно не подойду, но короче. Да погодите, вы чего разбегаетесь, мы вроде о прошлом говорим. Сейчас дайте я на одну тему начну, а потом на другую приключить, пожалуйста. Потом, вот я вообще предлагаю, когда поговорю о прошлом, потом можно с ютуба найти эти ролики с ремейкой и попробовать. Кто-то один запустит через демонстрации и попробуем поозвучивать. Короче, группа я из вас самый молодой. Вступил у меня совсем недавно. В этом году, да? В сентябре или в августе, я точно уж не помню. Но суть не в том. Короче, я наткнулся на новый ремейк в сети. А как ты узнал свою игру, расскажи вообще? Как? Да. Ладно. Ты видишь про серовский вариант или про ремейк? Ну да, как ты. Как ты дошел до этой группы, просто расскажи вот. А как ты узнал? Ладно, давайте издалека. Говори сначала ты. Первый раз я нашел игру ремейк года четыре назад. На трекере. А почему ты ее нашел? Ты знал за эту игру с 30 фреш вообще или как? Да. Нет, я не знал. Я нашел ее случайно. Копался по трекеру. Она мне как бы попалась. Я посмотрел. Думаю, может быть какая-нибудь поделка опять на муки. Я там решил что-нибудь там такое. Говнявое. Ну, думаю, скачать и скачать. Попробуйте. Попробуйте. Ну, решил отзывы почитать. Видосики посмотрите. На эту тему все как обычно. День-два прошло. Я думаю, ладно, попробую. Вроде игрушка хорошая. Надо поставить. Надо ее поиграть. Скачиваю. В четвертой версии было. Если, может быть, не ошибаюсь. Или какой-то там. Я не помню точно. Да, сама первая, четвертая версия. Не суть. Не суть именно. Но она была такая. Не самая современная, как сейчас. Не 5-1. Ну, расскажи с чего ты еще начинал. С бутылдотса. С бутылдотса. С каких бутылмапов. Как она? Подожди, я расскажу. В общем, я ее скачал. Попробовал в нее поиграть. Она мне безумно понравилась. Я ей увлекся. То есть, я начал. Пытался проходить уже, на тот момент, уровни сур. То Адамом, то Акселем, то Шивой. То стариком этим роботом. То Блэйсом. Ну, всеми по очереди пытался. И с ботом, и без ботов. И на разных уровнях сложности. И конфиги менял. В общем, побаловался с месяц-два. Ну, может, три месяца, максимум, побаловался. Забил. Думаю, все. Больше не вернусь к ней. Вот. Потом в интернете прочитал инфу. То, что Сега запретила им в сцену ремейка. Хочет, чтобы создатели этого ремейка ей оплатили. Ну, Сега, в смысле, оплатили у Ширп. По незаконному использованию логотипа. Продукции. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Ага. Ну, да. Вот. Ну, короче, в итоге, все в конце тем, что создатели, разработчики послали Сегу на три буквы. Разослали ремейк. В дом, что? На все природские сайты, где их можно скачивать. Ну, а социально свою сайт убрали. Так она расползалась. По всему румету. Вот. Вообще, игрушку я забил на долгие двадцать четыре года. Вот. Вернулся к ней летом этого года, в пятнадцатом году. Как вернулся? Это где нужен кого? Я просто снова наткнулся на более новую версию. 5-0. Решил это тоже попробовать. Снова. Там, что, улучшенная, там, все дела. Попробовал. Снова понравилось. А вот с этого момента я подумал. У меня мысль такая в голове произошла. А что, если в контакте существует группа по этой игре? Может быть, я смогу пообщаться? Может быть, возможно, я уже к тому времени думал, что к ней делают моды. А я этого вообще не знал. Даже не думал, что я смогу поставить туда. То есть, если я, допустим, найду какой-нибудь мод, я смогу правильно интегрировать в игру. Но я уже к тому времени предполагал то, что мод у меня... То есть, через группу какую-нибудь я смогу найти какие-либо моды, к этой игре я смогу поиграть в эту группу более глобально. То есть, я, как бы, более-менее ее уже изучил так, на поверхностном уровне. Все пути прошел, прессов открыл, нычки все разблокировал. Вот. А нам это уже потом надоело второй раз. Я думаю, ну, может быть, моды какие-нибудь можно поставить будет. Вот. Начал искать в контакте группы. Поискал два дня. Нашел вашу. Коганик делал. Народ был мало. Думаю, ну, вступать не вступать. Почитал. Стеночку. Вроде люди адекватные. Решил вступить. И вот я искренне вас. Понятно. по-моему, уже там никогда начался помогать с модами. И с вами я был более близко. Вот такая вот история. И в нашу именно группу, да? Ну. Ну, вашу. А то там много группов в контакте. Нет. Вообще, группа СОР на самом деле не так много. Ну, так-то я много вижу в контакте групп. Ну, где по 15-20 человек? Да. Есть вообще тысячи человек. Нет. Нет. Вы самая многочисленная группа по СОР. Ну, да. В данный момент. Самая многочисленная. И самая такая активная. И самая активная. Поэтому я в нее вступил. И вот поэтому я искренне вас. Молодец. Спасибо. Хорошая история. В принципе, все понятно. Мне больше всего интересно, прежде чем кто расскажет, как он вступил, вообще откуда она образовалась. Как вы решили с ним. Не могу рассказать. Это группа? Или что образовалась? Ну, группа, да. Давайте это в конце расскажут, Дэн. У кого нет буквы, это не ко мне, это к админам. Я тут маленький. Ничего сказать не могу. Я расскажу, потом расскажешь ты, а потом Игорь расскажешь. Давайте по порядку пребывания. Мне кажется, следующий должен я. Давайте, Николай. Ну, первый сначала я должен создать, потом ты должен. Ну, давай, кто должен. Посмотрят, Игорь. Дэн, ты как создатель последний расскажешь. А почему последний-то? Ну, потому что, ну, ты же как бы создатель-то. Не, секундочку, народ. По идее, первым должен быть Игорь, потом я, потом Николай, потом Славик, потом Дэн. По вступлению в конференцию. Лебед не может, поговорить не может. Поэтому я начал первым. После меня, получается, Николай. После Николая Славик, после Славик и Дэн. Честно? Нет, не честно. Мне кажется, интереснее будет по вступлению в группу рассказывать. Я беру акцент на том, как мы создали конференцию. По конференции. По вступлению в конференцию. Ну, я считаю, что следующий должен сейчас Игорь Баранов сказать, как он вступил. Почему ты считаешь, что он? Ну, почему, почему? Потому что он давно в группе. И... Ну, и сидит в игре, да. Вообще давно. Нет, вы понимаете? Тот, кто ранее вступил, тому больше как бы рассказывать. И если он начнет первым это расскажет, то потом просто будет интересно уже слушать того, кто позже вступил. Ну, почему это не интересно? Здесь будет часть истории взята уже из другого человека. Ладно, кто не против того, что бы рассказал после дня я сперю Дэн? Кто против или не против? Кто не против? А, я не против. Игорь? Я не против. Славик? Он против. Да блин, даже если скажем уже большинство. Ну, это формально. Я не против. Единогласно, да начинай. Ха. Ха. В 2019... В двенадцатом году, в январе, в январе, там всякие их гово, но с NES Plus, не что? Не знаем, да. Только началось какое-то маленькое вступление в группу, там уже где-то было, не знаю сколько, больше десяти, наверное, человек, потом начали спрашивать, это, об Игоре, как, что, и как, что делается, отвечаю, все нормально, поехала, пошла и потихоньку растет группа. Потом, через год или два, уже больше ста участников группы. Вот, да, больше ста участников, и активности никакой не было, вообще. Все было скучно, все было... Уныло. Как бы, да. Да, я помню. Да, а как же ты, позволь вопрос, я тебе прямо на секунду, а как же ты всю эту пустоту восполнял? Сам? А, я это, как его ожидал, и вступали народ в группу потихоньку. Ну, вот и макси, вот и у меня заброшу. Нет, ну то же, говорю, то, что у Губи был пусто, уныло, но ты пытался так-нибудь на год развлекать, там, чтобы унылости. Ну да, я делал первый мод, который назывался Бэтгерс. 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 Потом второй мод, потом третий мод. Эээ, и создавалось все для Игоря Баранова. Для него все делал. Он мне это, как его... Оценил? Да, оценил, говорю о том, что легкие моды делаю. Да, 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 давай. Но потом, ставь я начать сеть, начать делать безумие. Чуть посложнее модой. Ну да, 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 да. Он уже пошел, поехал. Поиграл. Поехал. 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 Нарастающее, да? Ну, благодаря игру, что-то повернулось. Поехал. 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 А вот научился делать моды сам. Наше я копировал, это этапы потом. Читил. Вставлял персонажей, и все. Поехал. И музыку оставляйте все. Большиня сестра не представляю самому. Вытянулось 3 года назад. 2019 году. Да, долго на самом деле. Такое время уже прошло, да? А? Такое время уже прошло, да? Да. Такое молодое. Да. А я химбольда моложе. Ха-ха-ха-ха. Ну, ты уже сказал? Ну, вот. Больше не будет добавлять. Ну, пока что нет. По-моему, я еще добавлю довольны. Ай, ай, над с лишивой Игоря тогда. Послушаем, что он скажет. Игорь, слушаем тебя. Да? Ах, как там шутажил. Но, громче говоря. Не, громче не надо, у меня там все-таки люди спят. А-а, тогда, да. Я забыл. Читаете? Это кто? Это кто? Это кто касается убил? Какаяוצка. Да. Это игорь клич Ankete Couple. Это игорь включил? Нет, тема России. Вот, 2,0. 9 июля. На норколо там... В чем Только пара Клинина? Да. с не знал как записывать игроку жену а там помнила депутат векам и утром так и что там беда и уроков таки это первый год в первые годы второй третий отход я кстати сказать сутки уроку было я стал платы деревян у нас в тиран даже стражи в эту группу мы должны им похвально похвально если представить то что всего лишь двадцать девятом группе а я после тысячи это сколько торчит я когда как-то боюсь даже представить что тут в эту группу пережил это не то ли не достижима моим разумом а то есть в в в в в в в в вроде по счету 3 даже не помню я там моды адена все написано по порядку да расставлены моды а потом ярал бы попал его против в в в в в в в в но это такой суммой кибордачу стали в 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 а дальше я помню это 2 3 в это состоит лично а так даже в в я бы вопрос как нашел например группу а вот может я так июля суку у меня у меня интересный вопрос такой к тебе он так вот было сказать то что было двадцать девятом группе уступил по и было очень мало участников поначалу тебя тут не было скучно ты как нибудь там пытался я проходил моды делись и писал что они слишком легкие но я вот я именно как кто то в этом плане то есть для тебя сложно кинько не было участников было мало поговорить особо не с кем было скуки не набивал не на нем не набивал все это ты как бы как с этим справлялся я тебе расскажу я скачал самую группу обещать случайный конкурс так так с 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 прошел вдоль с с с с с с с м с в я в я у в и с письма то есть мое уточнение тут ну то есть так как процент было мало участников и сложных все модуль были маленькие ты уделял это группе и ссору не так много времени как сейчас получается а сейчас тут делаешь группе и ссору больше времени потому что людей стало больше и тебе стало интереснее в этом участвуют я так понимаю или я неправильно понял салон я не понял или я тебя не понял иметь вот так допускаю хорошо так начинка так начинка следующий салфтой плохому спрашиваю на штык они мне тут вообще без разницы послушаем всех у тебя коляна самая дневная история будет это да я уже думаю как не начинали говорить сократить я вот уже подставляю такой шел и как-то влез по гребу надо начинать с чего воскнулся я утром положение закончу чтобы было смешнее воскнулся я как-то утром аж детство во дворе у меня приставочка на полу телевизор черно-беденький нет мало готиков у меня тут картридж лежит на полу на нём суток в основном кинадаловича не спрашивая толстяков ахахаха там срок первой второй трех я встал и думал вот я сейчас покушаю сяду и будут проходить все эти части снова это мои самые любимые игры я так рад что они у меня есть включаешь приставочку загибаешься и рукаешься начинаешь шатать обдамом там этим блея блея акселем и начинаешь муты видеть поиграл день два три пять десять восемнадцать двадцать тридцать я удивлю можно играть еще и супер акселем если я не знаю я понял 60 дней 80 дней 100 дней 150 дней с год поиграл два года поиграл потомки приставочка сломалась и думаешь ну как я тебе без проставки надо что-то делать о компли появились давай-ка я тебе комп купил там комп купил вот а там уже есть эмулятор гэнсдак я поставлю шуток поставил скучал себе так запустил игрушечку опять наше играть потом ношу гэнэк но как еще все в другой не буду продолжать Да мне уже нечего тебе рассказать. Я все-таки тебя рассказал. Ну пусть Славик начинает. Ладно, извините. Я что-нибудь добавлю потом. Ладно, из-за меня так пошутил. Газнобродил. Ну что? Славик, мы тебя слушаем. Слава, начинай. Славик. Да я тут отрегулировал этот звук. Давай, мы тебя слушаем. Смотался. Я говорю звук отрегулировал, никуда не смотался. Ну ты же смотался от микрофона звук. Вообще так не было. Ну это да. Так что сейчас правильно и технически. Так, ну короче. Давай. Я тоже тогда забегу, как ты. Немножко назад предысторит. Я ознакомился с оригинальными в детстве. Играя на приставке Sega. Первая часть, потом, как ни странно, третья. Вторую у меня не было на картриджах в городе. Мне пришлось с ней ознакомиться позже. Так, ну это не важно. Ассор. Мне еще важно, мне так самоинтересно. Потом я как-то случайно наткнулся в интернете на видео. Ну что-то Ассор посмотрел. То ли о третьей части, то ли о второй. И знаете же, сбоку иногда видео на ютубе. Да-да. И вот меня заинтересовало какое-то... Ну написано, типа... А на тот момент была четвертая версия у ремейка. Да. Ну вот я и перешел на видео. Смотрю, типа, о, все персонажи, типа, из прошлых частей. Так, ух ты. Там этапы смотрю. То есть, говорю, ничего себе. Надо скачать. Скачал себе ремейк. Так, скачал, только не помню, где. Вроде с торрента. Так, бахи, рутреппель. Все, рутреппель. Ну да, оттуда. Пускай там. Скачал, но что-то оно мне не запахало, не захотел. Какого-то файла не хватало. Я вообще тогда тупенький был еще по компьютерам. И поэтому, ладно. Не судьба так, не судьба. Все, удалил ее нафиг. И я даже четвертую не перебирал, получается. Это впервые. Потом прошло, наверное, год. Или два. И я снова наткнулся на это, на видео о ремейте на ютубе. Но только там уже была версия 5.0. А она уже поприличнее так из себя представляла. Я посмотрел видосы, смотрю. Офигеть! Это же можно заново из третьей части прийтись по картам из первого и второго. Кофигеть! И то же самое про Адама. Офигеть! Это же можно Адамом прийти по картам. Сур 2 и Сур 3. Нифига себе! И меня еще больше заинтересовало, чем четвертая версия. Вот, полез снова качать. Вот. Сур-трекера тоже. Но, поиграв, я там обнаружил такие вещи, как мод, магазин и все прочее. Но мне было не все понятно, и мне нужны были знания, что и как там это все делается. Я же не знал, что через Сур-рекер надо еще отдельно заходить и там что-то делать. Я в игре захожу, там пусто, думаю, что за фигня. Вот он, я так же, что не был. Пока я гайд Дэда не посмотрел. Ну, ты хотя бы посмотрел. Тогда не было гайдов таких. Мне с этим полегче было. У меня умный был друг, Денис один тут. Ну да, вам посмотрели не было. Это я на все готовы. Но я теперь тоже не понимал. Что это за фигня такая, что это за экраны, что с ним сделать? Это был жестоким ударом. Ну, конечно же, кто не помощник, как любимый интернет. Ну да. Я полез. Но только, прежде чем искать ВК, я почему-то искал вначале на сайтах. Просто гуглил там. Естественно, информация на английском языке. Я, конечно, его понимаю, но не все. Ну, не профессионально. Не идеально. Как все? Ну да. А может, даже если и понимаю, то все равно не знаю, как это устроено, как, что. Ну да, я знаю, по-моему. Ладно. Попытался я, но все равно ничего это не привело. Единственное, что я первое выучил, это как папочку создать. И все. А что дальше делать, я не знаю. Ладно. Потом ВК, думаю. Надо поискать. Может, есть ли это сообщество. Потому что, ну, я сижу на всякие там другие сообщества. Вот, что, вот по Сонику у меня сообщество есть. Я такой думаю. Если по логике есть на него сообщество, то есть и на эту игру. Ладно. Поискал. На тот момент я не знал, сколько было групп. Ну, немного. Не как сейчас там. Чтоб 20 или сколько ты Дэна насчитал. Немножко их было. Одна из них, это где косарь людей сидит. Но она мертвая. Там ничего почти нет. Редко постят. И другая вот группа Дэна была. Я в обе добавился. В то я что-то толкового ничего не нашел. Там просто всякие. То смешнявки накидают, то еще что-то на стене. Это может быть в группу, да? Нет, это в той, где тысяча, но она мертвая. Ну, не серьезная. Она нет, не серьезная. Ну, там иногда прохождение кидали. Но это мне зачем? Это я все и так знаю. А мне-то надо ремейку информацию было. Нужно. Ладно, пошел в группу Дэна. Там уже более близкое мне было. Смотрю, читаю там что-то, что-то такое. Ну, в принципе, что там было, я это уже знал. И продолжал потихонечку следить. Крупу Дэна Бауэлса, но я был в ней как завсегдатый. Я не был там каким-то высшим звеном еще. Родовым был, да? Да. Родовым бойцом высших сваг. Я извиняюсь, еще очень интересно, как вы с Денисом познакомились. Так, вот, слушай, да, что сильно дружит им. Так, расскажи сейчас вам все. Продолжай. Ну и все, я потихонечку слежу, там какие посты. Смотрю, Игорь спрашивает такой. Для чего нужны СМК файлы? Я таким голосом? Да. Несерьезно. Я спрашиваю, блядь. Что такое? И я, так как культурный человек, как знающий ответ, решил пояснить. Там написал ему то-то, то-то, то-то. Вот такая. Ох, ну спасибо, спасибо. Усвоим. Так. Потом постепенно там еще на всякие посты отвечал. Ну, так, как это. Как советчик, как информатор. Да, я херкал. Скидывал. Там Леша Александров что-то спрашивал, помню. Тоже ему отвечал. Ну, так, в общем. Потом, а потом, а потом, а потом. Когда я уже освоил все вот эти вот ременетические навыки, ну, как бы, как папку, ну, уже не как папку там, а что вообще уже, что можно делать. Единственное, я на тот момент не умел рисовать или как-то перерисовывать. Вот это вот я не... Дополнять именно вот в других модах ты уже умел или тоже не умел? Что-то я не понял еще раз. Дополнять из других модов, локации, то он на тот момент умел или тоже не умел? Нет, к тому времени, когда я давал советы, это я уже умел. Я не умел, когда вот только-только еще, когда в группу не уступил. Ага, все, понял, я тебя думаю. Куда уже? Я же говорю, исчерпал информацию. Если не в группе, так это на зарубежных сайтах смотрел. Ну, я практически по ним и научился. Так, потихоньку. Видео какое-то смотрел, а потом пришлось самому копаться. Я просто брал моды, которые уже существовали и разбирал потихоньку, сидел. В ремейке смотрел, что, какая, кнопка, что-то все делается. Постепенно сравнивал с информацией на сайтах. Ну и в группе, если что было написано, там читал. Ну да, трудоверенкая работа на самом деле. Ну и постепенно мой опыт возрос. То есть я стал таким всемогущим. Прям Брюсом всемогущим, да? Ну что я хоть отбавляю на знаний насчет ремейка. И подумал я. А может мне помочь как-то Дену что ли? И решил написать. Написать ему в личку. Ну типа, давай я тоже что ли, сделай меня там важной редиской. Редактор. Помогать, сопоставить следить. Ну, что вы думаете? Ден такой. Я тебя приму, но вначале я тебя сделаю модератором. Да, сурово. Да, сурово. Типа, пойдешь стажировочку, и тогда поговори. О, как. Так как на работу ял. Ну и что, а у тебя срок сматил. Блин, ладно взял. В основном постил то, а у меня там что-то редко еще это делал. Я так же советы там дал, еще что-то. А все в основном на нем было. А я даже не помню, когда я админом-то стал конкретно. Ден, если ты помнишь, ты давай говори тоже. Это как бы общая часть. Ты стал админом уже второй год пошел, кстати. То есть в тринадцатом... в тринадцатом году или в четвертом? Где-то так. В тринадцать-четырнадцать где-то так в году стал админом. Админом? Да, вторым. Одним. Да, администратором, грубым. Но я сначала его, как его не брал администратором, расковал. Слушай, Дэн, а сделай демонстрацию, пожалуйста, и зайди в ВК. Ради интереса мне хоть, посмотри, переписка, чего начиналось. О, Господи. Это мой взрослый. Это мой взрослый. Это мой взрослый, как припадочные эти солдатики, которые видят то, что глупые. Американские волючки и правильно используют. Так, ну мне надо долго сейчас искать. Ладно, молчу. Я пока поищу переписку, как всего его. А ты задай поиск подачи. Ах, а как ее задать-то? А там действие, поиск по истории сообщить. Ну и что там. А там календарик рядом с кнопочкой поиск. Вот ты к ним туда и вернись на... Благодаря по истории сообщения, что ли? Да, да, да. Так, и что там. Ну и предлагаю вернуться на 2019, что ли. 2019. Ну попробуем осень. Угу. Восенью. Так. Давай с августа. Так. Давай с августа. Нет, что-то не так. Ну... Пою демонстрацию смотрят или нет? А, Игорь включил. Да, вот я включил. Я покажу, как мы с Денисом начинали. Хе-хе-хе-хе. Так здорово. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Слушайте, что ли? Так. Сентябре 2017-го нету. Когда мы начали общаться... Я сам не знаю. Нашли друг по другу живете вообще, да? Просто открыли делу. Эти самые начали не приняты. Восемь. 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 А, в разных вообще-то. Ден, включите демонстрацию, ребята скажут, как это тыкнул. Да, да. Где марфанта? Интересно, далеко вот, да, друг от друга? А сколько поростроений? Ну, я, да, сладика тысячи десяти километров. Сторон! Тысячи десяти. Два-два. Ого! Ооо! Я дошёл. У меня экрана нету. флот каково дэн ты мне на кого дэнкер ты первый написал но она потом смотрим числа как это было 30 так октября какого года лет 13 года а я бы 13 а ч и и я сказал тридцатого на улице вот так так как предпочитать скажем ты не будет встречать надавайте которые таки однако и в качестве раз в отрыве вопрос как м по-русски киев киев что это будет и так далее просветит оттуда эти от вас спрашивал проекта сэм в принципе да не только что с последствием в своем виде это чем так более ты видишь мы уникальные диалоги ну а Через пару сотен лет эти геологи станут достоянием интернет-библиотеки по ссору. Оказывается, Дэн первый написал, я вот уже вообще это забыл. Угу, я сам забыл. Мне сложно забыть. Чё, как там дальше-то? И чё, и сё, что ли? А вон вижу дальше. О, назначил. Ну-ка, не помешал бы здесь назначить. Благодарю. Админ не нужен? Админ, но. Я бы мог даже писать новости и помогать. Ссор, маркетинг, ДТУ. Не помешал бы сейчас. Назначил, назначил. Назначил. Всё, вижу, благодарю. Так, что за ней? Не переходит. О, я забыковал. Потом он. О. Хе-хе-хе-хе-хе. О. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Офигеть. Написал это, сколько у тебя. Типа, объясня мне как чё? А, ты мне кучу вопросов задавай, и тебя одним сообщением ответил. Так, он. Хе-хе-хе-хе. А, как? Ще мы так выдачу начали. Таак. О. 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 Нет, что ты не это... Образцы. Образцы тогда кидал. я что не умею это делать картины а вот разрешение этого как это копировать Боля ты все видишь? нет мне нифига не вижу но мы придем смотреть видеозаписи у меня опять ваше видео будет мне нормально все показывает что у кого еще больше да у меня нету даже чтобы 3 ноября понят, а три демонстрации видишь? нет тоже нет? не вижу, у меня нету даже что-то нажать 2 часа ночи понят, я делал за пределы на особые видео записи но я потом, да, вы можете посмотреть в комментариях позвонил пускай подключить иди на запись и смотришь, и ухахатывай потом тоже двое так было вот это ощущение так, это старая ага тридцатая ноября так а а а о про менюшку тогда первое да да вот это моя стандартная менюшка да да так, где ты мне там вступление на админа а, вот, привет! скажи, ты умеешь делать меню для группы? привет, я умею ты presets я вот мучаюсь не могу сделать нояб affili а я помог Visosh но ты мне до сих пор админку не даешь что я просил у меня все выделяется я тебе должна набрать из списка и снова давать администрация свопаааааааааааа Да я тоже так сразу и просил. Просто, ну, добавил ты меня, а что я могу делать? Как добавишь, я смогу меню сделать. Одним из пунктов меню, кстати, предлагаю русский гайд по созданию модов СОР. Там я буду писать секреты, по которым делаю моды. Нифига себе! О, а где-то и секреты, кстати, Слав. Ну, а где? Где-то и секреты. Ну, я же сделаю меню, что я играю. Редактор. Ну, назначить админом. Делать писание, можешь написать, поверитель, сурмакера. Поверитель. Ну, я тут даже я уважался сейчас. Абсолютно. Назначил. Ну, что? Все, и вижу, и теперь порядок. Значит, все окей теперь, да? Да. Ну, что, какие есть предложения по поводу меню? Какие пункты бы ты хотел там сделать? Вот, смотри, я решил включить все части в группу. Ту-ти-ти-ти-ти-ти. Это, в смысле, будет картинка в имени такая, как фон, или ты хочешь сделать тебе каждую свою страничку. Я каждой части. Асутки для готовых осуждений. А, помню, помню. Всего было три раздела, да? Да. И из них не было... Четыре раздела. А потом же я вроде изменил. Да. И потом было... Там правила мы добавили. Да. Такие там факты, потом скачать. Что-то... Наброски-то снятички. Да я еще учился тогда, не особо времени не помню. Глянем. Так оно же не должно уже работать. Ой, покажи изменения за елок. Ну, хазалить. Че там, Дэн, так долго? Да вообще-то пить что-то. О, меню сейчас находится на инструкции ожидательства, что это оправдает себе. Это что еще такое? Это у тебя. Это, видимо, старая страница. Фу. Че фу-то? Так меню сделано. Это... Там, которое не сделано, да, я сейчас покажу. Ужас какой. Ну, блин, все сбросилось, что ли. 30 ноября, 13-й год. Блин, че все тупит это? Зачем ты показываешь уже наше? А к че, долго грузинчик. Пожалишь ли я пошло? Вообще выступает. Не переживай, Сваик. Мы с Коляном не читаем, потому что этого не видим. Да нет. Это разговор о теннисе. Он никак не подходит к техносцу. Ну, в принципе, понятно, но дальше уже такая, пошла. Админская между собой переписка. А, типа, какой админ круче? Че? Потому что они никогда такое не выясняли. Не выясняли? А зачем? Не, да уж дружеской формы не выясняли. А вот, кстати, кто-то заикнулся, я не помню. Игорь раньше был админом кто-то. Он сам, что ли, говорил, не помню. Я сейчас действующий админ на данной группе. Он был модератором, кстати. А че сняли? А, потому что действий никаких не было, и че-то я не знаю, че-то. Так, уволил. Да, но всего че-то не знаю. Заходи по Режу просто. Скажем, играть играл, а в группу стал заходи по Режу. Да. Как бы не было посещаемости вроде бы. Он забрал свою медаль у Шарифа. Так что теперь славит вместо меня. Ну вот зашел я в группу, и Дэн написал, и все оставил потихоньку обучать всему, что умел. А я сам учился на журобежке сайта. День, привет. Как поживаешь? Готовишь какие-либо моды для соус? Привет, Олег. Поживаю хорошо, пока не готовлю моды. Планов нет, придумать не могу что-либо. Ну да, понимаю, бывают такие моменты, когда вдохновение на новые идеи нет. Сейчас вот есть над чем трудиться, но лень. А ведь проект твой МСОР 3 считаю лучше предыдущих. О, господи. Вот, фу. Скажи, МСОР 4, аэрвак на винде 7 не идёт? Да не знаю. Четыре сорта не скачивал. Дэн, у меня мысль такая. Тебе порогрел озвучивать кого-нибудь. Уже больно серьёзно, у тебя прям офигенно получается за два голоса Гнахи. Как это? Отключаю. Правда? У меня голос какой-то не знаю. Да, как ты Акселя озвучил, кстати. Да. Все привыкли на Новый год. А что там? Слушай, Дэн, а если в таком стиле сделать, да? В каком таком? Ну вот как ты делал, Акселя? Отдельные вставки диалога можно использовать. На то я... Не, расскажи, как ты сделал так, что он губами шевелит и совпадает. Нет, я скачивал программу Crazy Talk. Эта программа делает, как его, шевелит рот, губы, руки, голову. Все шевелит. Crazy Talk 5.1 версия. Самая хорошая такая версия, то что можно там сразу записать голос и проверить, как бы, что. Ну, в общем, там можно разобраться, что к чему. Там показано, нарисовано. Разобраться можно. Так. Дальше. Так. Ну, я сам ничего не говорю. А, типа, тихо говоришь, да? Ну. Снова звоняюсь. Тяжи вкладовое крашивание в группу. Все меню поправил. А, тогда ты помнишь своих, это, сбил-то группу? Сбил-то я, помнишь? В смысле сбил? Ну, испортил-то я все там. То, что... Я че, группы, это, то есть, менюшки нету. Я все в русском языке путаюсь с персонажей или персонажей? Персонажей. 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 Так капец, какой язык, а. Персонажей. Как это понятие вообще? Персонажей точно не надо называть это. Так там же этот... Подчеркиваться, должно красными с ней правильно пишут. Ну, это я знаю, но... Как-то русский язык у нас какой-то ненормальный. Английский это лучше. Characters. Или как там... Называется. Characters. Это попроще как-то. А то у нас, о господи. А, ну знаешь, у меня есть один мод незаконченный. А к себе работаю на тему Mortal Kombat. Оооо. Во, Mortal Kombat делаю я. Зная бы у меня такая фигня, это можно отстроить. А, ну, по-моему, если боссов не приходит тратировать уровень, и не вкидает на затарочный экран. Вот. В общем, мне совет помогал во всём. Да блин, задолбавшись, видос. В общем, Дэнк был моим дитём. Я им всё обучал его. Угу. Потом в это же время постепенно в группе другие стали спрашивать, что к чему. Ну там, я помогал в личке и кому чё. А потом это Дэн начал видео записывать, там Коли что-то говорит. Вот так и понеслось развитие. Кто там хавает? С вами как ты? С вами чего? Коля. Коля? Коля спит. Я уже своего отхавал. Ха-ха-ха-ха. Колян, ты как я вам предпреждаю, когда хава начинаешь, а то у всех с ними не текут. Ха-ха-ха. Ты знаешь, это как непринлично там делать. Ха-ха-ха. Давай, я ем. Хочется, я не ем, но в принципе, ты так считаешь, что... Не, я плавки говорю, ты как предпреждаешь, да, там, типа я там покушаю, там, чтобы слюненька-то не секрет, а то так... Д영, что она должна получить? Ну, деньги, шух-хух. Ты не знаю, давай, давай. Ха-ха, а ты продолжаешь делать. Не ты слышали это да наказывается Если. Баунти. Так, она повестна. Признали кто это? А ты сейчас. Гедовщину в ключух. Гезовская манга. Мпец. что то чешник аптек рамки начинка лета рассказывать пришел точек давать вот иду я полезу дальше но уже и я почти все рассказал он дал это так и было что ли у меня не совсем так это похоже какие условия У меня была первая часть, наверное, в 1993-1995 году мы с другом играли, потом узнали за третью часть, брали на прокате, пока ее не купили, до дыр ее проходили, но потом какое-то время прошло, вообще за это ничего не знал, в институте уже учился, тут потом появился как-то интернет, все начали об этом говорить, ну и как-то надоумило написал, ну за эту игру с 30 of Rage, ну и с тех пор как-то все время интересовался всеми новостями, мне кажется из-за таких фанатов, как я, это вот, да, и продолжает жить эта игра, но не знаю, даже она получается лучше от Final Fight, а вышла, и более популярная, на удивление. И никто в городе у нас не знал, один человек только потом смог настроить эмулятор SEGA, и я вот хотел, по-моему, очень долго, мы нашли этот эмулятор, как его настроить, сделать, это все время было очень сложно, и начали играть в эту игру, ну и потом Денис, он у меня в городе живет уже, и теперь эту игру любит, и он мне нашел Streets of Rage 3X, которая вышла в Японии, сделали, кто видел знает, и вышел этот ремейк, ну и я так, наверное, еще в жизни ни одну игру не ждал, как в апреле 2011 года, когда Стрессов Rage 5 вышел, ну и в четвертый до этого много играл, там много зависало, все, ну а потом, конечно, начал уже интересоваться группами, искать, и вот нашел эту группу, я думаю, она одна из самых активных, хотя это много, кто пытается, есть фанаты такие, как Саша Познахерев, Руслана Зайтулина, у них группа из Баренагол 3, и Streets of Rage forever, это Саша Познахерев ведет, но он получается бредит темой бета-версии первой части, то есть, его больше интересует, да, что было основой этой игры, как она создалась первая часть, ну и здесь, конечно, я очень благодарен всем, и особенно Денису, то, что он меня научил, то, кем я был, и тем я сейчас, разные люди. Ты, Коля, сейчас повторяешь, пусть ДН в отношении меня, скажем так. Да, ну я пытаюсь тебя научить, но ты пока еще не спрашиваешь, нет интереса, тебе там этапы скидываю, тебе понятно, чтоб самому это все сделать. Ну я так, я так по бочонку буду приобщаться, конечно, но мне все уже сразу, понимаешь? Потихоньку. А как иначе? Там есть, да, очень много нюансов, почему, но я не мог понять, как надо сохранять, даже поглядить, там важный момент есть, что его надо сохранить, а я думал, там, столько рисовал, столько часов убивался, пока Денис мне там не подсказал. Да, ну, в общем, все, что я сейчас делаю, это только, в принципе, благодаря Денису, этого вообще ничего не было. Денису вообще существует вся эта группа и мы в ней. Он тот самый такой, главный создатель. В принципе, да, Денису, что мы с Плавиком сейчас поддерживать, это, в принципе, никаких мечтах я даже в свое время представить, в принципе, не могу. То, что мы можем, да я никогда даже не могу подумать, чтобы можно было что-то сделать, какой-то этап. Потому что, когда вышла даже с 30 фрэш, там, русская локация или все, я там нарадоваться не мог. То есть для меня это как по четвертой части игры, которую уже столько лет ждали. Но скажу сразу, не все моды мне тоже нравились. Такие, как China School, это очень такие американские, не очень удачные. То есть люди там не чувствуют, что они делают соотношение. Ну, этап, как он подходит именно к 30 фрэшу. Они там не все. Ну, а вот такие моды Славика Дениса вообще, конечно. Я, в принципе, только из этого стал играть. Особенно обрадовался, когда вышла версия 5.1, когда можно сохраняться в модах. И потом стал играть. Сколько будет в версии 5.2 и 5.3? Ну, а так, через 5 лет, наверное, будет. Может и не быть ничего. Потому что уже нам сделали так очень много чего. То, что вы, кстати, видели еще игру, Леша Александрова показывал TakeOver, да, такой файтинг нарисовал. Тайковых, что ли? Это где все персонажи софт, только физика игры немного другая. Да, это получается, такой надо движок еще бы нам осилить и попробовать вообще делать это в стиме. Кто знает, может. Да, в стиме она будет 17 году. Слушай, Колян, вопросик. Ты Тайковых проходил уже, пытался пройти? Кого? Тайковых, кто это говорил? Она еще не вышла, существует только демо версии. Ну, я в первый уровень только поиграл. А, то есть там такой один первый уровень? Да. А, всё? Пока что демо версии. Понял. 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 Жалко. Она будет, да, кто-то писал, правильно, где-то в 2017 году, если ее заинтересует еще людей. В принципе, там есть свои, конечно, плюсы и минусы. Я считаю, в ремейке большой минус. Самый главный минус, там всего два персонажа. Ну и в ремейке большой минус, нам уже не хватает персонажей, так как делают там кто-то, Леша Александрова. Да. Там же Бородачом поиграют, там, Гарсия. Знаете, вопрос такой, риторический, возможно. А что делать, а в каком будущем дополнение играть можно будет? Не нашими персонажами, с которыми мы привыкли уже срослись, а может быть добавить дополнительных на кого-нибудь еще? Ну, дополнительных, кого еще надо добавить? Если только боссов и все. Боссов можно кого. Своих чуваков, там, придуманных культурных. Ну, тоже, типа, есть в ремейке 4 есть. А в 5-й, думаю, не будет они добавлять. Думаешь, не будут? А почему? А потому что в ремейке 4 есть. Ну, в 4-й есть, я понял. Я понял тебя, там боссы можно. Может, из-за этого не будет они добавлять? Мало ли, что-то. Да и места, наверное, нету, куда еще добавлять-то. А ладно. Там рамки-то 12 штук, рамок-то с персонажей. Ну, а если рамки изменить? Ну, если с заменой, то возможно... Нет, 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 это не персонажи, это уже мод будет. А дополнительные рамочки новые поставить. Под новых пес. Ну, не знаю. Это они же разработчики, они же могут все это делать, так? Они там могут, конечно, все сделать. Это мы не можем, потому что мы мод ранит, могут они же разработчики. Они берут файл этот, этот, в Excel, как-то ее редактируют. Ну, в VXB и главу об этом. Почему бы нет? А как вы смотрите, чтобы в нашей группе еще расширить опенбор? Ведь вам понравилось играть в таком мире, как сделали Гарси? Ну, знаешь, для... Сонян, мысли глобальны. Давай тогда, вообще, всю вселенную серию объединить в одну игру. И там можно будет приходить в Сониках. В опенборе больше возможностей. Нет, секундочку, Канан. Дальнюю фантазию разницу. Вот. Вышли, наверное. Там можно будет с Соником, например. И из мира Соника в мир Сошки приходить. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, там такая... Огромная мульти-вселенная. По всем героям. По всем... По аккациям. По всем игрокам. По всей... Всему сонтреку. Вот. И плюс к этому, как второй план, добавим вселенную денди. Сейчас будет весить 125 гигабайт. Вот вам судопроект последнего тысячелетия. Как идея? Да не знаю. Коля, знаешь чё? Для опенбора существует обсуждение. Опенбор стритов рейдж. Ага. Только для... Там только можно опенборовские все выкладывать. Чуть-чуть. Да, да, я знаю. Там и есть портоп, который я создавал для этого Соловьева. Как его там называют? Который с армией-то пришёл. Ну и круто для него. Для Вячеслава. Да, да, да. Соловьёва. Да, 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 да. Соловьёва. Соловьёв Вячеслав, да. Вот. И вон тогда тогда во в топ кидал опенбор игры. Но уже от другого жанра. Типа... Да, я видел страничницу. Вот. Там где присутствует отменбор обсуждение, вот туда все можно кидать. То, что создал Лёха от Александров, да, это в принципе он неимоверный тоже нечеловеческий труд там. Хоть он и говорит, что там вот ерунду сделал, там все неправда. Это для него ерунда по сути, а для нас это... Да не скажи, там ему пришлось, ты не представляешь сколько это он всё... Нет, нет, я имею ввиду то, что он считает это для тебя ерундой, но на самом деле это труд, потому что он привык пахать, он знает о своих детей, что это не так как мы узнаем, то есть мы его узнаем хуже, чем он ссылки сейчас узнает. Вот. Для него это как бы задача более лёгкая. У нас они исправляются, но на самом деле он не замягчает тратить на это очень много сил. Не замягчает, но тратит. А нам говорит то, что как будто не тратит, но нам не тратит. Ты уже убедился насчёт камышей, как это, легко или они? А он сделал, перерисовал всех, все спрайты и там какие-то... Ну, я не сказал, что прям очень сложно, но, знаешь, утомляет. Ну, это же... Если постоянно этим образом, то утомляет. вот каким вот... Представь, это задача, которую ты видишь, как её решить, а он ещё есть, которая делает, некоторые элементы вставляет. Это ж надо художественное воображение делать. Ну, художественное воображение есть и по соседям, например. Ну, у самых художников. У кого? У кого? Я только частично его понял. Просто, когда начал сам заниматься именно модами ремейки. Я только начал понимать... Вопрос к тебе такой. Интересный. А сколько ты уже, примерно, занимаешься именно модами? Сколько? Полгода? Четыре месяца? Три месяца? Вот примерно, можешь сказать? Да, могу точно сказать. Я, в принципе, как на море вот поехал и начал делать свой первый мод. Это было, значит, в июле. Вот как Денис меня научил. До сих пор я потом одно время всё бросил. Ну, и сейчас я считаю, конечно, большой прогресс. Очень большой. Полгода у тебя получается. Примерно полгода, да? Да. Ну, знаешь, полгода такого добиться – это успех. Я тебя поздравляю. Вот так. Ну, это только, да. Еще раз говорю, если бы не Денис, вообще бы этого ничего не было. С видеоуроком проще всего научиться. Да, без видеоурока научиться. Тебе я же советую, 10 раз мы уже говорим, ты так и не посмотрел. Да, да. Посмотри раз 15-20 его видеоурок. И ты сможешь, в принципе, сам всё делать. Я единственное, да, мои достижения, что я из OpenBoro придумал, как воплотить некоторые вещи. Ну, ты это оттуда доставал, а сюда выплатил. Вот. Ну да, просто как придумал, как же они это сделали. Оказывается, как они сделали, я вот сюда перетащил. Именно так само, как я и думал. Ну, нормально. 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 Возможности не ограничены. Да. Я вот с детства играю в ссор. Играю в первую, вторую, третью часть. С 96-го года где-то. Я играл в сакси наши сеговские. Мы так само, да. Только второй не было на части. Я как вторую увидел, вообще не понял, что это так в шоке было. Потом еще и наткнулся, скачал неудачную версию бета. Там, где до ночи, блин, сидел до часа, убивал того Барбона конченного. А он, короче, все, его не убить, ничего, блин. Я в шоке был. Ну, в общем, очень туговато было, потому что мы в Америке уже давно было, наверное, все как умели пользоваться интернетом и все. А мы турки, никто не обучал. Я сам до сего почти доходил. Много кто, конечно, из друзей помогали, но в итоге уже я обошел тех пророков, которые здесь считаются. И, в принципе, только благодаря нашей группе. То есть, я чем-то интересовался, да, и развиваешься именно из этой группы. То есть, логика возникает, приобретается. Моя главная часть, это вторая часть. Да, она очень интересная. Третья, это как типа аддон считается вообще второй, но тоже удачный аддон. Вот вторая часть мне нравится тем, что там персонажи крупнее. по улучшению, как бы, смотрятся. Да, это ближе, как к Final Fight. Да, вот этим нравится. А вот третья, как бы... Вторая часть, она как бы идет перед запуском первой. То есть, там практически то же самое. Вы не замечали? Там практически то же самое. Вот, допустим, аналоги боссов можно найти из первой части. А, да. Замза, он же тот южанин из первой части. Да, 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 там все именно по первой части. Абдд? Абдд? Ну там со всеми боссами можно анализировать. То есть, это перезапуск, только вот уже в новой графике. Лучше на версии типа чего. Да. И новый уровень. И новый босс Шива. Шива тот же прыгающий, а тот ниндзя там есть, что прыгает на пляже вот в сером костюме. Здорово. А, там есть даже в красной такой, кто помнит, в черной одежде, в кимоно такими, с красными такими полосками. Вспомнили, нет? Это Шива то что ли? Ну да, там есть похожий персонаж в первой части. Он прыгает, они ногой бьют, так подбегают. Ага. Они как серые, только из черном костюме. Это тот же Шива вообще. А, есть. Понял, понял, понял. Это эти. Якудзу. Да, якудзу вот эти, они есть там в первой части. Да, да, да. Это тот же Шива полностью. Ниндзи эти, ниндзи. Они, знаешь, у меня такие наглые. Они выскакивают, ты не успевешь сграгировать, и они скажут тебе ногой долбят. Ты падаешь, встаешь. Они опять подбегают. У них реакция какая-то повышенная. Они такие безобидные. Но вот, например, на корабле, где их тонно выскакивают, вот там песят. Особенно приятно Максам против них, кстати. Особенно приятно Максам против них. Я говорю, особенно приятно Максам против них. Ха-ха-ха. Главный пинус Херс из-за Югенавы. Адам. Из-за Югенавы, любимый пест это Адам. А моя Бойс. Любимая. У меня однозначно только Аксель и Макс. Я о Максе только мечтал, только журнала читал. Не было ж в городе второй части. Я только читал, что он там где-то по дискотеке. Ну, как это называется. Описание есть. Игры этой, да? Да, да, да. Я помню. Я только читал и представлял. Я даже его рисовал, еще не видел. Я его видел только вот третью часть, как мы прошли, да, в конце. Он стоит спиной там, мол, на штанах написал. Ну, думаю, а расширивать еще раз, повторно, какая часть мне больше всего нравится, не стоит. Вы и так все прекрасно знаете, да? Или вам... Все самые классные. Ну, нет. Мне вот больше всего нравится все-таки первая. Мне кажется, вторая самая лучшая всего. Да, хотя и больше. Для меня вторая была неудачно при запуске, как бы, в слайк. Для меня в душу запала именно первая часть. Я больше всего именно в нее в детстве играл. Во второй части там тоже Боис, это сильная. Она посильнее стала. Ну, вторая круче, однозначно. Нет, для меня первая, мужики. Ну, для кого как. Это мой личный взгляд, я вам кого не нравится. А вот, потом, витая ремейк по Юсу, моя любимая стала это Эль. Да. Ну, как он ремейк? В смысле ремейк на другом самую любимую стерну, но я заглянул это к первой части. Вот мать Сиговская персонаж это Боис, а ремейк Эль. И Рудеры. Куда? Рудеры и Эль. А, Рудеры? Да. Рудеры там какие-то. Ну, я третью часть очень обрадовался, когда узнал, что Эша можно играть. И когда получилось это... Тоже обрадовался, что Эш. Я в шоке была там, что Эш. Третья часть. Не то, что американская там говно, фу. Да, американская часть, кстати, аксель перерисован, как адам. Да. Типа целая футболка. Ага. И черные штаны, фу. Ага. Типа поводила америкосы. Эш. 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 в шоке версии говые ноги у них. Те, которые пинаются тут на складе. Начали с саунной игры. Сорт 3. Синие бобы которые, где на ноги страусы. Ее. Кстати, как-то забыл игру. Хотел сказать, как мне Леша Александров дал. Там где Алл Хоган он нам играешь тоже. Холл Хоган? Ну, она полностью копия Стритцов Фреджа, только там ходит Холк Хоган и другие улицы Этапы, идентичная игра Типа Кримфайтер Называется, Кримфайтер А ты знаешь, кто такой Холк Хоган? Естественно, что знаю, если ты насчет Боев Знаю Нет, он, к Кьюгам был Ну, Рестлер он был Я к Кьюгам Ну, да Там даже, вы знаете, что из Final Fight Есть игра, чем знаменита Final Fight, там все реальные Были бойцы, там есть Гигант Ну, вот, например, кто играл Final Fight, есть такой враг, как Гигиант Это реально Это же имя Гигиант? Гигиант, да В Рестлинге был Гиант И вот он рос там 2.25 Вот там он, им даже можно поиграть Есть такая версия Да, 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 понял, понял, понял Это этот Мне Леша Александровна, мама эмулятора Скинул, что можно играть даже боссом Дамном Так, а к вам Кроме этого Гиганта Еще кто-нибудь там Можешь Кроме Повести? Ну, это тебе Берешь Google Есть описание Кто Что Из себя представляет Ладно, спасибо И там находили мы Там все очень много Говорят, известные Именно бойцы были Вставлены Эта игра, кстати, очень тоже популярная Тилбакисты? Ну, почему? Ну, из рестлинга брали в основном Там Бакисты Там Джон Хина Рэнди Ортон Да, вот такие Бэкшоу Или как Или такие Более древние Да Ну, видишь Фото Гианта Это копия Этого мужика Это, ну Полностью Вставлен Как будто Нарисованный Да И Final Fight Это, конечно Очень такой На уровне Игра В принципе Если бы сделали Из нее Ну, тоже Ремейк Такой То Она была бы не хуже Думаешь И херест Ну, получилась Ну, она не хуже Чем С Трисов Фреш Я так скажу Чем-то Просто Выигрывает С Трисов Фреш Не знаю Че она так Славу Больше Подцепила Ну, во-первых Из-за музыки Наверное И Ночной город А то, что Все В огоньках И все Первая часть Вот такая Идет Ночью Ночные бои Дэн Кстати Можь Это Ну, сейчас Так Свободно Говорит Ну, ладно 91 минута Составила Конференция Сколько? 91 минута Нормально Полтора часа Ну Хватит Ну Тогда сразу На Ну, ладно Трисово